Компания ТЭКО-сервис имеет две лицензии на добычу песка в Никифоровском и на утилизацию отходов в Пронском. И к первой, и ко второй возникают вопросы не только у жителей Никольского поселения, но и у Министерства экологии Московской области. Утилизация мусора предполагает, что переработанное сырье можно использовать вторично. Формально из него изготавливался рекультивант. Те отходы, которые были прописаны в лицензии ТЭКО-сервиса, это отходы четвертого класса опасности. И подсортированы с этими отходами, это потому что посел, что угодно. И медвата, и изоляция какая-то, и резина. То есть мы крайне беспокоены тем, что такая лицензия в принципе существует. Лицензию на утилизацию отходов ТЭКО-сервис выдал Росприроднадзор в 2015 году. Чуть позднее своей полномочия по контролю за деятельностью компании ведомство передало Министерству экологии. При этом оно не исключило недропользователя из списка плановых проверок. И его представители побывали в Никольском. На этом основании на запрос Минэкологии о проведении еще одной проверки ТЭКО-сервис прокуратура ответила отказом. Почему вы обращались за согласованием проверки? Ответить на эти вопросы, впрочем, как и доложить о результатах проверки представитель Росприроднадзора не смог. Несмотря на это, Министерство экологии уже обратилось в суд с иском о признании лицензии на утилизацию отходов недействительной. Земельный участок, который был прописан в лицензии, он с несуточный день снят с кадастрового учета. Это тоже был судебный решение по иску, если не ошибаюсь, трудоохранной прокуратуры. На наш взгляд, это грубое несоответствие к лицензионным требованиям. Если нет участка, соответственно, не может быть лицензией на этот участок. Юристов ТЭКО-сервис едва ли можно напугать судебным разбирательством. Каждое постановление контролирующих органов компания оспаривает в суде. Нет ни одного постановления о признании юридического лица виновным в совершении правонарушения административных, которые бы вступили в законную силу. Те постановления, которые, о чем говорил Павел Александрович, о привлечении юридического лица по статье 7.3.2 за нарушение условий лицензии, в настоящее время обжалуются. И вот, как уже нам доложили, завтра будет рассмотрен арбитрар в суде, будет нить решение. Знаете, если вот смотрите, что получается. Вот есть нарушения, одни нарушения, другие нарушения, там нарушения, еще. Вы все время все обжалуете. Ну, такое впечатление, что вы просто хотите затянуть процесс. Мы все знаем, как, допустим, идут судебные процессы, да, они могут годами длиться, с разными там ходатайствами и так далее, и так далее. А я не могу понять, а в чем сложность, допустим, привести в соответствие документы. Есть какая-то сложность? Никакой сложности абсолютно нет. Мешает это сделать, может, еще что-то. Может, нам надо в этом случае подключиться. Правильно, нам никто и ничто не мешает. Еще одна лицензия выдана ТЭКО-сервис на добычу песка на карьере в Никифоровском, который находится в охранной зоне аэродрома Кубинка. К тому же, это земли сельхоз назначения. В лицензии есть пункт 2.3, который говорит о том, что недропользователь обязан перевести земли для добычи песка. И сельскохозяйственный в иную позволяющую деятельность категорию. До этого момента начинать добычу нельзя. С требованием о смене категории земель выступило Министерство экологии. Его предприниматели также обжалуют в суде. Ранее жители поселения высказали свое мнение на публичных слушаниях. Вносить изменения в генплан не нужно. Администрация Одинцовского района их поддержала. Кроме того, компания ТЭКО-сервис в разрешительной документации должна увеличить уровень добычи песка, чтобы завершить разработку карьера в Никифоровском 30 ноября. Если копать теми же темпами, что и раньше, то в сроки можно не уложиться. А увеличить уровень добычи, не внеся соответствующих изменений в документы, снова нарушить закон. ТЭКО-сервис поставил достаточно жесткие рамки. Если они не вносят изменения в проект и оставляются, что есть, соответственно, они нарушают уровень добычи. Они не внесли проект, это является круглым нарушением. Мы будем уходить с инициативой о аннулировании лицензии по этим основаниям. Если они вносят изменения в проект и, соответственно, устанавливают, что они должны работать до 30 ноября, все выработать, то, соответственно, мы будем придерживаться нового требования, который в проекте, который нам в лицензии будет прописано. Они должны будут усугодлять. Если они их не усугодляют, то мы и так же должны нарушения. Впрочем, компания ТЭКО-сервис уверяет, свою деятельность осуществляет в рамках закона. По словам предпринимателей, многочисленные проверки контролирующих органов существенных нарушений не зафиксировали. Выявленные же обжалуются в суде, а значит, в законную силу не вступили, то есть не считаются. Там нарушений, там нарушений нет. Вы так оспариваете. Но они же есть, они наглядно есть. Они есть на видеофиксации и так далее. Я даже вам простейший вопрос задала, почему у вас стоит ЧОП. Потому что туда везлось все подряд. И лишь благодаря администрации все это прекратилось. И вы говорите, так спокойнее жителям. Конечно, так спокойнее. Мы считаем, что мы живем в правом демократическом государстве. Есть нормы права, нормы законов, конституции, федеральные законы. Да, здесь сидит очень уважаемая сегодня аудитория. Здесь сидят профильные ведомства, правоохранительный блок. Здесь сидят много уважаемых экспертов. Но все свернуется к тому, что как на допросе мы вынуждены отвечать на перекрестные вопросы уважаемых представителей инициативных групп. Вместо того, чтобы разобраться объективно, просто идет самая натуральная травма. Следующее заседание рабочей группы запланировано на начало декабря. К этому времени будут готовы результаты гидрогеологического исследования, которое поможет установить количество загрязняющих веществ в Москве-реке и сделать вывод, откуда они там взялись. Пройдет ряд судебных заседаний, инициированных компанией ТЭКО-сервис. И самое главное, наступит долгожданная 30 ноября. День, когда добыча песка в Никифоровском должна быть полностью прекращена. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.